Лаборатория профессиональных компетенций заработала в Доме детского творчества Снежногорска. Благодаря краткосрочным курсам подростки имеют возможность познакомиться с профессиями повара, кондитера, блогера и журналиста. Пол-дела выпечь традиционный рождественский пряник. Куда сложнее вывести на нем нужные узоры и превратить лакомство в сувенир или украшение праздничного стола, считает Соня, воспитанница Дома детского творчества Снежногорска. Начинающий повар только знакомится с основами кондитерского дела. Я люблю готовить. Я и хожу сюда на кружок еще по готовке. Узнала, как готовится японский бисквит, как делается рисовальная масса, как делается тесто для пряников. Три мастер-класса по выпечке кольского бисквита, зефира и имбирного пряника легли в основу краткосрочных программ, призванных познакомить школьников с профессиями. В данном, например, случае речь о поварском деле. Это особенно удобно для тех ребят, кто планирует в дальнейшем открыть свой бизнес, но не знает, в каком русле двигаться. Девятиклассники очень часто задают вопросы, сколько это стоит и можно ли выйти на рынок продаж с данным продуктом. Конечно, мы и высчитывали, мы высчитали бисквит, высчитали пряник, высчитали зефир. И, соответственно, каждый ребенок может попробовать себя хотя бы в сувенирах на Новый год своим родителям, к Дню матери можно было приготовить. В августе этого года Дом творчества Дриадов Снежногорский стал обладателем регионального гранта на сумму полумиллиона рублей для реализации инновационных проектов в области дополнительного образования. Лаборатория профессиональных компетенций заработала уже в сентябре. Ее самые успешные воспитанники уже могут посоревноваться со сверстниками в чемпионате WorldSkills. Мы на сегодняшний день принимаем участие в чемпионате WorldSkills, но не по всем названным компетенциям. И, конечно, мы ставим перед собой задачу войти в чемпионат WorldSkills. Сейчас здесь по краткосрочным программам, которые рассчитаны в среднем на 8 часов, получают базовые навыки 300 детей. Включено в регламент и сетевое взаимодействие с одной из школ города. Таким образом, воспитанники учреждения разбирают теорию занятий в школе, а практическую часть непосредственно в Доме творчества. Профессиональные кадры должны оставаться в области, уверен педагогический состав. Это тоже учитывают на курсах. Я хочу отметить, что мы во все наши образовательные программы включили региональный компонент. Мы сразу понимали, что это очень важно, потому что, что бы ни делали дети, они живут здесь и сейчас, в нашей Мурманской области. И они должны, конечно, понимать, как можно связать профессию с нашей Мурманской областью. Еще одно профнаправление – медиа-журналистика, подразумевающее под собой правильно выстроенную работу в интернет-пространстве. Каждый из детей обладает способностью, навыками усиленно работать в соцсетях. Но при этом они не знают, как написать пост, как снять видео, как донести до своих слушателей потенциальных что-то новое, интересное и хорошее. Вот эти краткосрочные программы как раз-таки и помогают вовлечь детей в эту деятельность, привлечь их внимание и заинтересовать. Здесь на помощь приходят такие же дети, но уже с журналистским опытом. Например, Алина готовится поступать на профильный факультет вуза. Давно пишет материалы, умело редактирует тексты других юных корреспондентов и даже публикуется в местной газете. Я участвую в ведении групп нашей группы, медиа-центра «Дряда, твой взгляд» и группы информационно-медийного направления РДЖ Мурманской области, где я являюсь лидером. И получается, я руковожу процессом создания публикаций, постов и ведения группы. В обучении медиа-технологиям акцентируют внимание в трех направлениях. Ведение онлайн-дневника, создание постов и записи подкастов. Последнее — интернет-альтернатива радио, поясняют юные журналисты. Мне кажется, что это направление только начало развиваться, потому что сейчас даже на ютубе стало очень много появляться подкастов, которые снимают блогеры или, наоборот, у блогеров берут какое-то интервью с помощью подкастов. Благодаря гранту учреждению удалось приобрести оборудование для поваров и кондитеров — пищевой принтер, планетарный миксер, индукционные плиты и пара-конвектомат. Для журналистов были закуплены студийное оборудование, ноутбук, фотокамера, микрофоны и рекордер.